МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Анатолий Семёнов и в эфире передачи Город С. Есть классическая музыка, есть классическое образование. И в Самаре есть лицей классический. И вот с руководителем, с директором этого образовательного учреждения сегодня пойдет речь о итогах года, о перспективах на будущее. Итак, дамы и господа, мой гость сегодня, директор, как у вас правильно, МБОУ лицей классический, Александр Титов. Добрый вечер. Здравствуйте, Александр Ефимович. Здравствуйте. Очередной раз здесь. Мы с вами уже много лет сотрудничаем, еще со времен другой телекомпании. И надо сказать, что вот немало у нас, конечно, учреждений образовательных разного статуса, разного уровня, разной степени популярности, но ваш лицей, он всегда как-то на переднем крае. Это не популизм, это не то, что я хочу вам польстить, но вот то, что вы сегодня у меня в гостях, это тому личное свидетельство. Так почему лицей, который вы возглавляете, уже много лет называется классический? Ну, название сложилось, в общем-то, тоже не случайно, поскольку у нас ориентиры, связанные с подготовкой детей, они, в общем-то, зиждутся на тех основах, которые заложены были давно-давно в систему образования. Это, естественно, научный профиль, и наш ориентир, если вы помните, лицей когда-то назывался медицинский, открывался. Именно как медицинский. Да, как медицинский, как базовое учреждение медуниверситета. Ну, и вот уже более 20 лет мы как раз по этому направлению работаем. Поэтому, соответственно, вот появившееся название, оно, в общем-то, не случайно. Это определенная позиция, если хотите. Ну, этой позиции, этому названию уже сколько лет? Ну, уже, я вот так сразу точно вам не скажу. Ну, по-моему, последние где-то лет 5, да? Даже больше, да. Даже больше, да? А всего образовательного учреждения? 2002-2003 год. А всего образовательного учреждения, если кто не знает? Мы открывались в 1991 году. То есть самое такое? Ну, в то время, когда появлялись вот новые учебные заведения, одним из первых в Самаре как раз открывался медицинский. Он тогда назывался лицей-коллеж. Как-то вот так. А вот если так на секундочку в то время перенестись, в те времена, какие были вот там 2-3 года самые тяжелые для... Или они все каждый год по-своему тяжелые? Ну, в образовании легких-то вот путей как-то особо-то и не бывает. Ну, разные были этапы. По-разному все это происходило. Ну, в том числе и когда я пришел в этот лицей работать, там была достаточно сложная обстановка. Ну, ведь сейчас он... Я даже, если бы сказал, что он на хорошем счету, я бы ничего не сказал. О нем знают, о нем пишут, о нем знают в других городах, в том числе и устами ваших выпускников. Но об этом мы поговорим чуть попозже, когда начнем говорить о выпускниках. А давайте сейчас предложим внимание телезрителей видео, чтобы немножко начинать показывать внутреннюю работу лица ваших педагогов, ваших учащихся. Итак, смотрим совершенно прекрасный видеосюжет. Смотрим. Школа смотрит добрыми глазами И сияет взгляд от чистоты Наполняет небо голосами Украшает красками холсты С самого начала объяснила нам, Что душа дороже серебра Наша школа самая любимая Колыбель искусства и добра Ты даришь звуки, ты даришь краски И оживают детские сказки От классики до рок-н-ролла Все дарит любимая школа От классики до рок-н-ролла Все дарит любимая школа Высоки и помыслы и чувства И бегут твои ученики Храм благословенного искусства Быстрой стайкой на перегонки Эта дверь открытая для каждого И покуда вертится земля Самое заветное и важное Открывают нам учителя Ты даришь звуки, ты даришь краски И оживают детские сказки От классики до рок-н-ролла Все дарит любимая школа От классики до рок-н-ролла Все дарит любимая школа По огромным просторам России Разлетаются выпускники И несут широко и красиво Свет небесный во все уголки От души пожелать тебе хочется Чтобы ныне и через века Пробивалось в сердцах твое творчество Серебристой водой родника Итак, вот мы увидели лица и педагогов, и ваших учащихся Пару слов, может быть, о ком-то из выпускников Где они, не только в Самаре И ваши педагоги, наверное, тоже Не привязаны к вашему Ну, здесь надо сказать, да, в общем-то Мы же никого жестко не привязываем Что это только медуниверситет И больше никуда Выбор есть у каждого Соответственно, ребята поступают В самые различные учебные заведения Я обычно говорю, что есть у нас Теперь уже и своя диаспора И в МГУ Совершенно конкретно Есть ребята, которые учатся В Санкт-Петербургском университете Достаточно известном Тоже уже есть своя определенная диаспора Есть ребята, которые уехали Учиться за границу Это их право Продолжать образование Да, в общем-то Они, я скажу, что по отзывам Потому что мы с выпускниками Постоянно держим какие-то Поддерживаем контакты Они там выглядят более чем прилично Вот Ну, если вы видели там в кадрах Евгений Михайлович Это заместитель директора По воспитательной работе Он там несколько раз Ну да, такой видный Да, его было видно Вот он сейчас работает В посольской школе в Австрии Да, даже так То есть вы школа для всех Конечно Понимаю, лицея для всех Не только для учащихся Конечно Отлично А вот Учитывая, что Такой у вас Такой прекрасный коллектив Выпускаете прекрасных специалистов Вопрос к вам на засыпку Вам очень краткий ответ должен быть Что больше всего Вот Александр Титов Ценит в своих педагогах И в своих учащихся Сложный вопрос Коротким ответом Ну, короткий ответ Я могу сказать Наверное Истину, которая Ну, по крайней мере Для педагогических Работников Известно Неординарных Учеников Могут учить Только неординарные Учителя Это совершенно точно Не поспоришь Не поспоришь, да Ну Если Если просто в учителе То я просто хочу Напомнить здесь Опять-таки Одну из истин Но она Она имеет место быть Есть набор Человеческих качеств Определенный Да Без которых Учитель Даже хорошо знающий Свой предмет Замечательно Но он не будет учителем Увы Эти вещи Ну, как Их разделить нельзя Увы Увы Поэтому Здесь вот Как-то так А если про детей То Я здесь Не могу ничего сказать Потому что Мы учим тех Кто к нам пришел Ну, обычно Просто идут люди Которые целенаправлены Уже Для начала То есть они С определенной целью К нам идут А учим-то В общем-то Мы всех Хорошо А вот Когда очередной Как бы Вот Вал Очередной Раунд Начинается Когда начинается Приемная Компания Ну, вот Практически Конец мая Июня Мы будем заниматься Только приемом Тут у нас будет Выпускный экзамен Идти параллельно И, соответственно, прием А последний звонок Когда? Последний звонок 23 мая Мая, да? Да Ну, совсем скоро уже Ну, отлично Поговорим Поговорим О недавнем Как раз Прошлом Прямо Самым-самым Свежим Недавним Прошлом Я вижу Я вижу здесь Кучу наград Я об этом знаю Об этом писали Мы сейчас Прокомментируем Я буду показывать Вы будете говорить Что это было И как это было И мы еще немножко Потом покажем видео Хорошо? Да Итак, я беру в руки Первое Что мне? Ко мне ближе Так, показываю диплом Вот вы его комментируете Говорите Где это произошло Вручение И что это Что это такое? Ну, ежегодно проводится Конкурс лучших школ России Это вот одна из версий Санкт-Петербургская Лицей вошел в сотню лучших Учебных заведений Российской Федерации Вот это Я, наверное, покажу сейчас Вот к этому диплому Еще такая вот медаль, да? Памятная медаль Памятная медаль Это по итогам 2013 года 2013 года, да? Да Причем Вот сейчас Это очень много Не секрет, да? Таких Как бы купленных наград Коммерческих Прости, коммерческих, да Приходят Приглашения Предложения Вы должны заплатить столько-то И вам повесят На грудь бирюльку, да? Это вот не из этого ряда? Ну Я про это ничего вам сказать не могу Поскольку мы платили только за почтовые Почтовые расходы Поэтому На эту тему я ничего сказать не могу То есть какие-то, видимо, какие-то учреждения Нет, слеживают, анализируют Предыстория такова Ну просто по итогам учебного года Прошлого учебного года В лице было 800 бальников То есть 800 бальников? Да Это были дети, которые Сдавали Причем предметы такие Не, как сказать Не из широкого употребления Это химия и биология То есть это наш профиль Который, вообще говоря, мало кто сдает Выбирает в качестве предмета Из них вот 8 человек Это один класс на выходе был всего Соответственно, 8 человек подтвердили Ну, я считаю, очень хороший уровень Вот из них, значит, было 6 человек Это по химии и 2 человек по биологии Стопальный результат Которые перепроверялись Если помните историю прошлого года С различными махинациями, связанными с ЕГЭ Ну, мы как-то этим не занимаемся Нас это не интересует Вот их перепроверяли В том числе работы Уходили в Москву на перепроверку Вот, ну, как видите То есть, соответственно, вот по этим результатам Нам мы предложили Каким-то образом участвовать Вот в таких конкурсах Вот один из них Это был Санкт-Петербургский Давайте сейчас я Мы предложим Время телезрителей видео Такой, ну, как бы, слайд-фильм А продолжаем разговор Вы комментируйте Мы сейчас смотрим Я вам буду задавать вопросы И так смотрим Ну, я узнаю здесь нашего гостя Так, это что, церемония? Это приемная президента Это церемония награждения Вот еще одна версия Связанная с награждением 100 лучших школ России Вот, как вы видите Это в Москве происходит Это же в Москве Практически параллельно Да, это Ирина Мирошниченко Рядом вот в форме Это член вот этой некоммерческой организации Которой занимается Это, видимо, ответное слово, да? Да, да, да Ну, вообще говоря Руководителя вот здесь его нет Артур Черенгаров Он входит в состав Вот этого фонда Который занимается Награждением там Ну, и прочими вопросами Связанными с наукой, образованием Соответственно, вот По этой уже московской версии Получилось одновременно Ага То есть так совпало, да? Ну, с небольшим каким-то интервалом В Санкт-Петербург я уже попасть не мог Потому что я в это время был в Москве Ну, да, вручали в Москве Я показываю вот эту чудесную награду Сейчас ее увеличат, да Вот здесь вот наши великие умы Ломоносова я вижу там Кто там еще у нас на дипломе Итак, это диплом, который вам вручили в Москве, да? Да Это победитель всероссийского конкурса 100 лучших предприятий организации России 2013 Награждается муниципально-бюджетное Общеобразовательное учреждение Лицей классический ГО Самара С чем вас и поздравляю Спасибо Вы наша гордость Спасибо Наша гордость Хорошо Теперь вот, знаете, ну Журналисты они любят, да? На засыпку какие-то Вот аккредитация Я знаю, какие проблемы бывают У многих учреждений образовательных с аккредитацией Что с этим у вас? Мы тоже их не минули в свое время Вот буквально совсем недавно Мы сейчас ждем подтверждения Окончательное приказа Министерства науки и образования Самарской области То есть мы прошли очередную аккредитацию Ну вы прошли, то есть? Да, конечно И на ближайшие 12 лет проблем на эту тему у нас нет У нас, собственно, и раньше их не было Да Вот аккредитация, рифмуется компьютеризация Что у вас в компьютеризации в вашем образовательном учреждении? Извольте Ну Вай-фай? Есть вай-фай? У нас есть все Греции Я могу вам сказать совершенно точно, что Ну, первое Не надо считать, что компьютеризация – это панацея от всех проблем Это правда Она знания не заменит Это не более, чем один из инструментов и одна из технологий Не более Это инструмент желательно, чтобы Ну, я могу сказать, что в лице свободная вай-фай-зона То есть можно пользоваться интернетом в любой точке здания Для этого необходимо просто иметь с собой ноутбук и больше ничего За аудиторию оборудованы все? Они работают во всех помещениях лицея Шикарно Поэтому у нас нет необходимости в компьютерных классах В каких-то там проблемах технического плана Все классы В каждом учебном В каждой учебной аудитории находится аппарат, по которому вы можете выйти в интернет совершенно спокойно в любое время Ага, и доступ, конечно, свободный Доступ свободный, но ограниченный Ну, кодированный, то есть Конечно Это правильно Но это для работы Это для развлечения Это не игрушки, да Нет, конечно Отлично Все учителя пользуются, соответственно, дети тоже Когда сегодня мы заезжали к вам в лицей Увидел внизу, пока вас ждал, увидел объявление Для меня это открытие, клянусь вам, говорю прилюдно Собрание пресс-клуба Такого числа У вас и пресс-клуб есть свой? Да, да, да Я могу сказать просто Здесь это связано, конечно, все проблемы в образовании В первую очередь, конечно, связаны с учителями Это без сомнения Это те люди, которые главную роль играют Просто у нас появились очень интересные новые учителя Увлеченные молодые люди И у нас сразу Ну, какая-то тенденция, она уже была Что-то мы начинали Вот сейчас у нас очень интересные ребята Причем Самое главное, что начиная с пятого класса Дети увлекаются фотографией Делают совершенно фантастические фотографии И мы периодически их вывешиваем Кстати, можно обратиться к нашему сайту Увидеть они эти фотографии периодически выставляемых У нас интересные появились ребята И целое направление, связанное с обработкой информации То есть они могут учиться, по крайней мере, сейчас Делать фильмы И не просто сняли как-то там А уметь еще вот выдать в удобоваримый Все это сделать красиво и профессионально Конечно, конечно Ну, вот сейчас мы просто дадим возможность в этом убедиться Так же, да? Таланты ваших ребят Смотрим продукции Делать фильмы 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 Ну, спасибо за такой подарок Я не могу тоже остаться безответным Вот вам преподнесу два номера Этот вот практически свежий ему Самара и губерния Здесь мои материалы, материалы моих коллег Я надеюсь, что здесь также появится и материал мой О вашем лице и чудесном И вот прямо вот буквально только что с типографией Леди Клуб на обложке Наташа Носова Наша знаменитая красавица Театр Самарская площадь Здесь мой материал также И материалы моих коллег Вот изучайте, читайте Спасибо Это вам Спасибо Вашу библиотеку Спасибо Вот, ну продолжим Так вот, мы-то видим Искряющиеся глаза детей Довольны лица преподавателей А их тоже обмануть невозможно Видимо, они получают удовольствие от работы у вас В чем залог успеха лицея? Это люди в первую очередь Люди, да? Конечно Это без сомнений Кратко и точно Так, тогда вот Как вы сформулируете, Александр Афимович Сверхзадачи вашего лицея И вас, как руководители его Тоже в виде краткой формулы Какой-то по возможности Ну, мне хотелось бы, чтобы На выходе из лицея были В первую очередь, конечно, порядочные люди Без сомнений И хорошие специалисты в будущем Ну, спасибо Мы посмотрим сейчас еще один видеосюжет И возвратимся Еще поговорим Дом, в котором уютно всем А этот директор, он мудрый и строгий Который ведет нас в победной дороге Храня от различных невзгод и проблем Дом, в котором уютно всем Дом, в котором уютно всем Дом, в котором уютно всем Вот завучи наши в тревоге, в заботе В учебной, а также в неклассной работе У них не найти ни надсчетов, пробелов Директору помощь и словом и дел Который, конечно, и мудрый и строгий Который ведет нас по верной дороге Храня от различных невзгод и проблем Дом, в котором уютно всем Дом, в котором уютно всем А это, друзья, познакомьтесь Учитель истории химии Если захотите Везут математик, физик, биолог А вот литератор Это психолог Технокл, биотекарь, учитель пения Имеет всеангельское терпение Средняя школа, географ, английский Иззор, информатика, иными деприсно Большим предметом, методикой ловко Вселяют науки в ребятчей головке Вселяют науки в ребятчей головке В лице и немало, работает людо Всех называть вам сейчас я не буду Как же, скажи хоть бы несколько слов Что же, рассказ здесь не будет такой В хозяйте завход с деньгами бухгалтер Полар, вахтеры и все сторожа Все в ожидании всего от торжества А вот, наконец-то, и наши ребята Семьей живем дружно, пускай не богато И счастных у нас не отыщите лиц С лучшим детям, такой наш телес Творим, сочиняем, танцуем, поем Взятых посещаем, походы идем У нас не случайно талантов не счесть Всех рангов уже победители есть Всех рангов уже победители есть Успехами каждый гордится учитель Истории, химии, если хотите Везут, математик, химик, биолог Русист, литератор, школьник, психолог Технолог, библиотекарь, учитель, пение Горды подрастающим поколениям Морькишек и девчонок мы всех поздравляем Всем удачи и здоровья в этот день желаю Всем добра и вдохновения Наш лицей С днем рождения Вот такие сюжеты прям хочется самому к вам поступить Пожалуйста Вот сайт Мы сегодня о нем упоминали У вас, я насколько знаю, хороший сайт Только из печатных СМИ Сайты узнают или может телевидение Вот, наверное, наша передача как-то немножко Способствует регулярно Ну, я могу сказать, что В принципе, все источники информации Прошли Конечно Используйте разные ресурсы Насколько возможно Ну, если учесть, что мы с вами встречаемся уже далеко не первый раз В этой студии Даже далеко не второй Конечно Конечно Вот, а сайт Ну, сайт, я могу сказать, что он появился не случайно И появился он достаточно давно Еще до того, как появилось Тереведия Нет, уже не совсем так, наверное Нет, просто появились законодательные требования Когда каждое учебное заведение Должно иметь свой официальный сайт То есть в опередении Ну, он у нас был уже до этого Просто, скажем, я отслеживаю Насколько люди И какой пользуются информацией И откуда И, соответственно, в последнее время Я могу сказать, 99% Это люди, кто нашли нас именно из сайта Ну, либо узнали откуда-то И перепрыгнули на сайт Ну, да, по крайней мере, чтобы, да Чтобы почерпнуть какие-то сведения Что это, как это Ну, вы могли сами увидеть, что Дети не только учатся, но И с удовольствием занимаются спортом И развлекаются Ну, давайте вот подтвердим сейчас пример Видеопримером Что это не только учеба Давайте Ну, это еще и развлечение Это хороший отдых Смотрим Это все Интересы Скажите, волшеб Почему Вы с барышей скромны А с гормишной повесной Сегодня болен А для скин сними Приди в обед Погудь с ним Я правда все тебе открою Ну, люди здесь не в стороне Она к нему А он ко мне Одна лишь я в любви До смерти Петруша А как не полюбить Буфетчика Петруша Спасибо Спасибо Ну, это очень приятный Фрагмент классического Выдевили Итак Ну, видите Все флаги в гости к вам Это здорово Какие новинки Вот у нас завершается эфир Вот что готовится В лицее классическом Скоро что будет Ну, по крайней мере Мы отслеживаем ситуацию Связанную и с рынком труда И с какими-то Тенденциями Да, конечно Особенно с теми Которые связаны Именно с Самарской областью У нас достаточно много ребят Которые интересуются Или, скажем Где-то К девятому-десятому классу Определяются Не только В направлении медицины Или связанной с химией С биологией Интересуются физикой Интересуются информатикой И мы сейчас будем готовить Я так думаю К следующему году Открытие нового направления Связанного С такими науками Как физика Информатика То есть целое направление Конечно Ну это здорово И собственно Там через несколько дней Уже начинается Взаимодействие По новым Кадрам По новобранцам В это чудесное Образовательное учреждение И так Я хочу Благодарить вас Александр Фимович За чудесный эфир Они у нас всегда Очень милые Информативные Вам успеха В вашем образовательном Учреждении успеха И долгих лет Чтобы самые отличные Ребята к вам поступали Чтобы так горели глаза У них Как мы увидели На видео И чтобы С ними было приятно Работать педагогам Ну а учащимся Работать с ними И так Я напоминаю Что в гостях Горде Сегодня был Директор МБО Лицей классический Александр Титов Всех приглашаю На Обучение туда До встречи в эфире Александр Фимович Вам спасибо До свидания Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok